Разберем техники. Степа, иди сюда. Давайте сегодня разберем позицию закрытых карт. Посмотрим такой момент, когда соперник подсушивает схват. Образно говоря, осталась одна минута до конца, он вас там вспотел, либо он просто вас держит без захвата, да, таким образом. Что отсюда вообще можно сделать? В принципе, он вас полностью отключает, но у него остаются руки. Смотрим, отсюда. Я подхватываю под колено с гипси, таким вот образом поджимаю к себе. Видите, его рука заблокирована с этой стороны, с этой стороны ногу вставим на бедро. Таким вот образом. Сейчас будем смотреть выход на трех, хорошо, достаточьтесь. А если он вот в такой позиции, я отжимаю его предплечьем в лицо, ладонь в ладонь. Раз. Видите, я свое бедро выдвигаю к себе, да, тем самым блокируя его руку, еще раз. Вот вы здесь взяли захват плоды. Отсюда, в принципе, не может от вас вырваться. Нога в бедро, эта рука под колено с гипси. Перенесли руку сюда, отжимаем в лицо и приподнимаем колено чуть-чуть к себе. Видите, я чуть скручиваю свой таз в сторону. Что я сейчас буду делать, отжимаем в лицо, перекидываем ногу. Тут смотрим, стопы вместе, колени вместе. Перехватили руку, вышли на рычаг. Еще раз. Вот нас поджали. Раз. Взяли таким вот образом, чтобы он не мог просто вырваться, не выполнял свою осанку и не пытался проходить возглав. Если я буду просто так, он будет, соответственно, отжиматься от меня и давать мне к нему подойти. Поехали. Раз. Два. Отжимаем. Колено выносим к себе. Перекинули. И перенесли на рычаг. Он идет на усы. Еще раз. Вот вы здесь, нога в бедро и потели под коленный сгиб. Перенесли. Отжимаем, 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 колено выносим к себе. Чуть-чуть скручиваю таз в сторону. Раз. Два. Поехали, давайте по парам. Делать так. Два раза один, два раза второй. До команды стоп. Поехали, работаем. Два. Утворен. Два. До команды стоп. Смотрите продолжение в следующей серии. Если эта рука ускользает, она может идти двумя способами. Первый, когда вы начинаете выходить, она может резко уйти сюда. И второй способ, когда вы уходите, вы неправильно отдавливали, она ушла по верху. Вот таким вот образом. Смотрим. Вот его взяли. В эту же позицию. Раз. Перемешиваем свое предплечье. Начинаем выходить на рычаг, и она у него выскальзывает сюда. Да, он ее убирает. Раз. Трячет. Убирай, играй полностью. Сразу закрываем треугольник. Раз. Два. Отсюда. Смотрим. Можно приподнять чуть-чуть в таз, прихватить его под локоток таким вот образом. Тягивай к себе. Да, и фиг, как у кемуры. Только мне не нужно лезть сюда. Я просто прихватываю, как на скрутку пятки. Таким вот образом. Раз. Свои кисти. Начинаю заламничать. Если хотите доделать треугольник, прихватите под спину. Смотрим. Как его разрывать, когда у вас взяли таким вот образом. Я приподнимаю свой таз вверх и рукой лезу ему под замочек. Вот сюда. Таким вот образом. Ухан. Вырвали его. Можно закинуть себе на плечо, делать рычаг. Можно перекинуть его дальше. Закрыть треугольник плотнее. Додушить здесь. Еще раз. Вот вы вышли. Раз. Перенесли предплечье. Начинаем отжимать. Отжимать. Раз. Рука устойчива. Оп. Закину. Не надо сразу закрывать прям плотный треугольник. Да? В этом нет необходимости. Пока вы его держите плечо, он от вас, в принципе, никуда не убежит. Раз. Прихватили. Затянули таким вот образом. Дальше все зависит от того, если она прямо здесь. Мы ее сгибаем вот так. 90 градусов. Видите, я свою подмышку чуть подгибаю. Прихватили. Начинаем заламывать. Если он плотно взял захват под вашим тазом, подняли таз вверх под рукой. Вот именно отсюда. Таким вот образом. Раз. Перекинули на плечо. Ухо внутрь еще нафиксируем. Также этим же местом давлю поверх локатка. Раз. Доделали. Перекинули сюда. Нажали руку. Давайте еще раз. И поедем отрабатывать. Раз. Сибилл поджали. Перекинули. Начинаем отжимать, отжимать, отжимать. Раз. Рука ускользуется. Оп-оп. Закинули замочек. Тянули. Раз. Согрю руку. Доделали. Схватил плотно. Подняли таз под замком. Отсюда пролезть легче всего. Бам. Сорвали на плечо. Сделали рычаг тут. Перекинули руку дальше. Нажали. Перегоник. Поехали по парам. Из-за так вы можете делать хоть все подряд. Либо вы можете какой-то один для себя удобно делать. Другой. Так же. По-два работайте. Поехали по парам. Еще пару раз по отрабатывайте и поедем дальше. Подалжим. Здравствуйте. Вы смотрите. Когда вы их, получается, закинули ногу сюда, раз, закрыли треугольник, он спрятал руку. А вы ее перекидываете, 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 закидываете сюда. Смотрим. Как делать большинство? Вы выпрямляетесь и начинаете ломать здесь. Но его руке некуда ломаться. Видите, она прижимается в меня. Тогда вот здесь. Чтобы мне сделать рычаг, я должен идти чуть-чуть на бок, вот сюда. И наоборот, поближе к нему. Тогда вот здесь есть пространство, есть руке, куда ломаться. Опять же, если я выпрямляюсь, тогда никуда не сломается. Понятно? К нему, вот сюда. Чуть-чуть. И на бок. Сверху на бок. Вот если будете лежать, то же самое. Ничего не получится. На бок. Сниму. Прямляюсь. Когда здесь появляется пространство, и рука ломается. Давайте еще пару раз. Буквально два раза на каждую сторону. И дальше поедем. Окей, ребят, давайте дальше. Поехали, смотрим дальше. То же самое. Раз. Берем этот захват. И кидываем предплечье сюда. Начинаем отжимать, отжимать, отжимать. Да, допустим, не хочу я выходить на треугольник. Рука узкая, иногда бывает, что она наступает. Она уходит вот отсюда. Да, он ее держит, и у меня и на треугольник не получается выйти. И так далее. Смотрим. Я ухожу сильнее на бок. Таким вот образом. Своим верхним коленом я буду грузить его в его лопатку. Да, и нижнее колено я достаю как максимально. Вот сюда. Насколько могу его вынести к своему животу. Тут я его таким вот образом сжимаю. Раз. Дальше. Расправляем этот захват. Чуть-чуть дожимаем ладонью. И заправляем ногу вовнутрь. Раз. Таким вот образом. Когда вы заправили ногу, моя задача ее выпрямлять от себя, в ту сторону. Видите, я его отворачиваю и вытаскиваю бесправильно свою нижнюю ногу. Раз. Два. Ухватаем треугольник. Эта рука идет в подмышку. Эта рука поверх. И нажимаем тазом. Да, моя задача закрыть треугольник и начать приставать. Таз подавать вперед, чтобы его рука заламывалась. Еще раз. Раз. Взять. Два. Начали отжимать, вот она поверх. Я сразу хожу на бок. Таким вот образом. Обязательно на спине не лежим. На бок. Как только вы его отжали, колено достали максимально к себе. Ногу заправили. Начали отжимать, отжимать. Достали стопу. Все. Оп. Начали на противоположную сторону. Отсюда. Рука в подмышку. Можно закрыть треугольник. Если кому-то неудобно, можете поставить ноги вот таким вот образом. Обязательно бедром подпираем под его локоток. И поднимаем таз вверх. Иногда бывает, что не идет. Вот вы ее раз там максимально, скажем так, подняли. И дальше таз у вас не идет. Прихватили с большим пальцем изнутри за кисть. И нажимаем одной рукой. Понятно? Да. Если не идет, можете доделать кисть. Таким образом. Рука в подмышку, вторая рука грузит шею. Таким вот образом. И раз вперед. Хорошо. Давайте по парам. Поехали. Тамсудинт, какая тема в ГИБУДе? Тоже в Юлиангард? Нет, мы будем смотреть проходы Халгарда с лотелами. Колдунство? Да, чародейство. Продолжение следует... хорошо давайте посмотрим еще раз все три варианта вот вы его выезжали к себе раз-два если он уже здесь это хорошо иногда бывает что они просто сидят вот таким образом не дают вам ничего сделать отсюда вы должны сломать ему а сам разводим руки в стороны коленками потягивали к себе раз-два перехватили таким образом да либо снаружи раз-два перехватили то же самое да заломали сейчас смотрим все три варианта заново раз если у рука остается на месте его отжимаю приподнимаю свое колено поворачиваю таз вышли на рычаг доделал второй вариант на рука уходит сюда вовнутрь при рычаге выходим ходят на 1 выскользаете пас поугольник наделали третий вариант по верх колено ушли на бок так давайте сейчас поработаем чуть самоплату вы провоцируете противника на реакцию делать поворок вперед несколько вариантов развития событий 1 он сделал кувырок 2 он сделал кувырок 1 я его придерживаю под локток перешагиваю через него вот сюда смотрим именно не идет поменяли замок кувырок вышли на трех на перекинули руку нажали раз вот у вас на коленке за ним обязательно с коленами легче всего работать как за свип вы тоже тут можете забрать два положения перешагнули на джаль его нога на стопе обязательно не идет прихватили под затылок закинули сюда еще один вариант финиша из треугольника отжали залог ставили кулак лежали к себе ну как вариант поехали давайте попробуем у меня полный контроль я всем весом на нем я спокойно перекидываю он отсюда от меня никуда не идет я прихватываю себя за болень чем предотвращаю его уход дальнейшем спокойно кувырокаясь это мой замок раскрыть я без проблем его как бы и закрываю сразу ноги тебе в мес не, не, не кувырокайся не, не кувырокайся кувырокайся оп да, смотри, рукурку должен пристать на коленке и теперь правой ноге переставим через угол оп да, левую ногу ставишь на стопу да все, теперь смотри пути движения Давайте, ребята, делаем, садимся сразу в сетки. Давайте, ребята, делаем, быстренько идем сюда. Смотрим, какие у нас еще есть варианты замоплата. Вот он делает кувырок, раз, еще один кувырок вместе с ним, и тут я его раскатываюсь. И тут всегда моя рука без проблем залетает ему в подмышку. Если я зашел сюда, все, я уже кувырок сделать не дам. Так что он от меня не убежит, отсюда я снова, оп, это делаю. Понятно? И смотрим еще один вариант, когда человек отказывается кувыркаться, он, наоборот, предпочитает здесь, назад. Вот он прикладывает замочек свой руками и назад, спину выпрямляет, наоборот. Я упущу вперед, а он назад. Ничего страшного, мы смотрим, рука здесь, рука здесь. Я так и сделаю кувырок через плечо. Я также оказываюсь сверху. И отсюда сразу же обратно. И тут я его раскатываю, соответственно, припаду. Понятно? Еще раз. Первый раз. Ну, делать кувырок вперед, я за ним уйду. Опа. И своими ногами я закручиваю его еще сильнее. Обязательно. В этот момент, да, получается, я чуть-чуть быстрее него приподнимаюсь, и моя рука заходит ему в подмышку. Да, тут я его блокирую, уже отсюда уйти я ему не даю. Ну, а тут я его наделаю. И второй вариант, когда он, наоборот, встает, и я туда. Ну, он мне не дает, чтобы он уйдет кувырок, да, он, наоборот, управляет самостоятельно. Все, вот, вернусь, оп, назад. И я его раскатываю. Да, потом взять кувырок назад, и уйдет кувырок в треугольник. Не проблема. Просто, чтобы посмотреть что-то новое, будем делать таким образом. Еще раз. Так, стоп, поднимемся. Я закрыл, он делает кувырок, я уже чувствую, я иду за ним. И ногами закручиваю еще сильнее. Он встает назад, я его кружу вперед, обязательно вы должны его кружить вперед. Вот, он назад все, кувырок назад. И тут я его раскатываю. Продолжение следует... Хорошо, ребят, давайте наделали. Давайте сделаем вообще фото, и 10-15 минут перерыв на кимоно. Так, давайте соберемся здесь. Будем что-то в кимоно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Блонго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!